Мы же русские! И сейчас вы должны принять правильное решение Правильное решение и стоять строго присяги И служить присяге на верность народу, народу Крыма Все, кто готов выехать, мы сделаем вам в коридор Ребята, подумайте, но не поддавайтесь вы на дурное поведение Тенюха Он преступник Просим, да, пьяница Просим вас, одумайтесь и выходите Ребята, вот вы сейчас стоите и защищаете стену А для вас самое главное, это ваша жизнь У вас есть матери, и их слезы такие же самые, как и наши Мы вас просим, выходите к нам Бросайте то, что произошло на Украине Это переворот, он не для вас И не для простых людей, а для кучки негодяев Подумайте, услышьте нас, выходите к нам Мы вас здесь ждем, и вас здесь никто пальцем не тронет Выходите Ничего не бойтесь Я знаю, что вас запугивают Запугивают вашими семьями Выходите Вы же мужики, черт побери И вы отлично понимаете, что на Украине пришел фашизм Некому уже больше служить Мы, матери Севастополя Там стоят у нас матери, детей Которые находятся на Украине Которых задерживают Давайте вместе Покончим с этим беспределом И если вы уже так хотите Восстановите свою республику, Украину Верните нормальную власть Выходите, встаньте вместе с нами Вас обманывает ваш Гайду Вы не поехали, и мы обещали хорошую должность на Украине У него дома, квартиры, он хорошо обеспечен А вы, а ваши семьи, ради кого вы здесь стоите И вы выходите Выходите, вы одержите вас с ним тронет И не слышите своих продажных командиров Думайте о себе Выходите, вы судите Это фашистство в Украине Вы приедете к Симону Мари Вы ведь другая Украина Фашизм не пройдет в Севастополе Уважаемые офицеры Дорогие ребята, которые служат по контакту От имени солдатских матерей всей Украины Я прошу вас выйти Я прошу вас принять решение Потому что на сегодняшний день от вашего решения Зависят жизни тех ребят, которые ушли из Крыма И служат на территории Украины На сегодняшний день они являются заложниками там На территории Украины, за пределами Крыма Мамы рыдают в голос и просят вернуть своих сыновей И именно от вашего сегодняшнего решения Зависит, как будут развиваться события С нашими сыновьями-срочниками Эти мальчишки, которые пошли отдать долг Нашей с вами общей родине Украине Теперь стали заложниками политической ситуации На вашей совести будет жизнь и здоровье наших ребят Подумайте еще раз Самое настоящее преступление было совершено Когда мы с вами разделили нашу великую державу По имени Советский Союз Мы позволили вас говорить Америке во всем мире Ребята, выходите Давайте объединиемся И прекратим нас навсегда Это безобразие Мировое безобразие 21 века Разглянь Разглянь Америки Посмотрите, что у нас сделали с Сыноком С Югославией Но не уж да мы с вами Одной крови Один горький русский Позволим, чтобы у нас принялась кровь Кровь дает уже Украину А крайне России Подумайте о своих семьях Ведь этим вашим тузам есть что делать Они защипают вас богателю Сжирели А у вас что? Контракт, оклад И семьи, которые нуждаются в вашей поддержке Я как мать, женщина Обращаюсь к вам Разум должен победить Вы хотите Вы даже присягали Не знали, кому присягаете Каждый военный присягает Наверное, своего народа Погнал «Самилов» Погнал «Самилов» 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 Поехали! Николай, Николай! Николай, своих людей назад давайте! У нас вот эта уёмка! Как он кидал первого? Иди сюда! Иди сюда! Ребята! О, улетят! Назар! 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 Давай кидали! Назар! Давай! Мужики! Прекратите! Давай! Давай! Назар! 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 Давай, братва! Сюда! Давай, братва! Сюда! Давай! Не провоцировать! Ребята! Все с миром идём! Вот идём! Иди сюда! Сюда! Взять! Сюда! Взять! 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 Эй, мужики! И сделайте им! Им! И! Взять! 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 Ребята! Все нормально! Делаем коридор! Выходим! Ребята! Не давали преступника! Нету командования! Преступники! Нас уволят просто! Ребята! Не напирайте! Да где вас уволят? От чего? Вы идёте служить? Хотите служить? Вы ж не присягали преступникам, пацаны! От чего уволят? От чего? Вы присягали народу! От чего? От чего? От чего? Нету государства! Он вчера, когда вчера направил технику на мирных людей Луганска и Донецка, ну чего с ума сошли! Нету этого государства! Они его заспотили, разодрали, разорвали! Бандиты! Собои! Нету! Собои! Да нет! И эта страна будет ваша! Луганск сдаёт! Никитая Петровская сдаёт! Ничего! Прописывают. Вот так получилось, что я в украинской армии! Но надо дождаться какого-то общего! Пусть правительство решит! Придёт с Киева приказ! Уходим! Все, уйдут. Дайте вывезти это до войска. Назад, мужики. Все, все назад, парни, все назад. А чего? Давайте к воротам. Назад, назад, назад. Все назад, все воротам. Не мы сейчас понимаем, здесь стоящие, это решение. Все это должно быть разумно, грамотно, решено на уровне переговоров. Они здесь с силой, с оружием. Мы без... Ваше отношение, я руководствую... Это командующий дал, дал команду... Вот на этой пяточке сейчас вопросов не решают. Не решают вас, как ваше руководство. Есть понятие преступного приказа? Я вам скажу так. Преступный приказ. У вас же есть командир, он непосредственно. Город Севастополя. Он же с Севастополя. Это и наше согласение. Мы не согласились. Ребята, это ваши города Севастополя. Многие домой хотят. Пока сейчас власть решают. Здесь может кровушка пролиста. Вот поэтому мы ждем тоже команды. Уже добро на использование оружия вам командир вас дал. Вы видите, это на всю страну. Подождите, вы видите, у кого-то здесь... Я говорю про главный командующий. Здесь нет оружия, ни у кого. Нет, самое главное не... Мы сделаем коридор, пускай кто хочет, уйдет. Переговоры и дальше пускай переговаривают. Какое бы ни было отношение к Януковичу, он избранный. Мы с вами хотели и голосовали. Наши родственники и знакомые. Кто имел право его свергнуть? И теперь отдавать преступные приказы. Какие бы ни было. Я задаю всем, чтобы... Хочу, чтобы люди услышали и увидели, что люди это понимают. Это вопрос соответствующего. А не я здесь стою. В настоящий момент у вас самые большие погоны. У вас ко мне вопрос. Да, погоны здесь у всех такие практически. Потому что мы пришли в штаб. Просто кто-то должен из вас, тех людей, которым доверяют находящиеся здесь солдаты и офицеры, сказать о том, что не мы вот со стороны пришедших. Мы хотим просто диалога общего, чтобы между населением было. А вы, как командиры, должны сказать, кто имеет право сейчас отдать легитимный приказ в Украине, в вашем коллеге, в вашем подчиненном. Верховный главнокомандующий. Какой? Кто? Верховный главнокомандующий. Верховный главнокомандующий. В Курчину. Он незаконный. Это вы считаете, как угодно. Там сейчас управление идет непосредственно. Ну, понимаете, сейчас... Давайте сейчас мы будем руководствоваться еще приказами какого-нибудь смотрящего бандита в Крыму. А вы не догадывались? А вы не догадывались? Вы офицер, вы умный человек. Вы не догадывались, что за счет вас сейчас хотят просто развязать боевые действия? У вас такой мысли не было. Еще раз. Если же повторить неоднократно. Мы приняли в СССР. Мы ждем указаний непосредственно наших командиров. Вы присягу народу давали. Народу. А мы не приступаем. А где вы там учили? А мы не осыпаем. А народ вот стоит. Вот народ стоит. За нашими спинами тоже народ стоит. Где? Понятно. Мы один! Мы один! Выходи! 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 Договорились? Все. Мы хотим только от того, чтобы был мир и порядок. Чтобы не было между нами, не было никакой практики. Ни один человек не пришел сегодня с оружием. Ни один. Понимаете? Все реально понимают, что мы все братья. Никто не хочет этой войны. Она никому не нужна. А как же вчерашняя договоренность? Какая договоренность? Ну, субили у нас папочки. Какой андрейский флаг рядом, блядь. Серега сейчас скиснет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok